Выехал за город, включая и ближний свет или ходовые огни. Иначе штраф. И так с сегодняшнего дня до 1 мая. На что придется тратиться и станет ли обслуживание автомобиля теперь дороже. В сюжете Кирилла Евсеева. На трассе только с ближним светом. Это обсуждали всю весну, об этом писали все лето. Но сегодня каждый третий автомобиль под Киевом все равно с выключенными фарами. У гаишников глаза разбегаются, кого первым останавливать. Но сегодня делают водителям последнее китайское предупреждение. А уже завтра грозятся составлять протоколы. Это за разъяснение у вас, рассказывалось. И днем и ночью. И минимальный штраф за это повышение 425. А некоторые женщины вроде этой о новых правилах слышали, но не знают, где включается ближний свет и чем он отличается от габаритов. Что не горит? Горит. Ну вот же горит. Габарит включить. А как вы керую транспортную зацию? Я не подумала, наверное. А как ночь будет, как вы будете ехать? Ближнее светло, будь ласка, у них ночь. Большинство водителей положительно относятся к нововведению, но есть и те, кому лампочек жалко. Дуристикой это все. Электрики подтверждают лампочки. Придется менять чаще, да и расход немного изменится. Будет идти нагрузка на такой агрегат, который называется у нас генератор. Он стоит на приводе двигателя. И естественно, если на него есть нагрузка, есть нагрузка на двигатель. Если есть у нас нагрузка на двигатель, у нас есть повышенный расход. Ну а тем, кто попался, юристы советуют отбиваться от штрафов через суды. Доказать вину инспектор сможет только при наличии видео или свидетелей. Но в ГАИ говорят, ближний свет на трассе поможет самим же водителям. Согласно исследованиям, аварийность уменьшится на 15%. Начальник как-то забыл о разнице между украинскими и европейскими зарплатами. Она достаточно существенна, как и разница между зарплатой и достатком самих инспекторов. И это уже давно не анекдот. Кирилл Ивсиев, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер.